Доброе время суток, уважаемые родители, и мы с вами вновь, как говорится, в эфире и начинаем разговор, продолжаем разговор по поводу инфекционных заболеваний. И мы сегодня поговорим тоже об инфекционных заболеваниях, против которых есть вакцинация. Опять же, больная тема, я понимаю, но вот, кстати, по окончанию нашего прошлого разговора, ну, скажем так, часть родителей обратилась ко мне уже с конкретной просьбой оценить состояние того или иного ребенка на предмет вакцинации, в частности, от полиэмилита. И, в общем, мы благополучно ее провели с детьми, все хорошо, замечательно, они оказались защищенными от полиэмилита и, в общем, без всяких последствий. Но сегодня мы поговорим об инфекциях других, и мои рекомендации будут немножко отличаться. То есть, это такой вопрос к тому, что я не, ну, скажем так, засоренный вот такой сторонник прививок всех от всего и по любому поводу. Совсем нет, все должно быть разумно, грамотно и очень индивидуально. Итак, значит, следующая инфекция, о которой мы поговорим, это инфекция, ну, чем-то похожа на ангину и скарлатину, но она отличается многими параметрами, прежде всего, возбудителями. Речь идет об инфекции, которая, на самом деле, в сегодняшнем мире встречается довольно редко. И вот то, что она встречается довольно редко, это как раз не плюс, а минус. Я вам объясню сейчас, почему. Речь идет об инфекции, которая называется дифтерия. Возбуждает ее, или вызывает ее, слово забыл, вызывает ее дифтерийная палочка, это микроб, не вирус. Это микроб, который достаточно распространен в среде, во внешней, и передается от носителя этой палочки и больного человека воздушно-капельным путем. То есть давайте мы еще раз обговорим, чтобы вам было понятно о пути передачи. Я напомню, может быть, те, кто-то пропустил первую-вторую лекцию, что инфекции передаются практически двумя путями. Ну, тремя, так скажем, да, потому что инфекции разные. Первый путь – это воздушно-капельный, когда через дыхательные пути, через рот, благодаря, скажем, кашлю, насморку, каким-то выделением слюны даже незначительной, микроб или вирус попадает от одного человека к другому через слизистые оболочки и проникает во внутрь. Значит, второй путь – это кишечный путь или так называемый, ну, по-латыни звучит пероральный, ор – это рот, то есть через рот, который нужно съесть. Так заражаются кишечными инфекциями и гепатитом А. Мы об этом поговорим отдельно по поводу кишечных инфекций, у нас будет следующая тема, следующая наша встреча. Значит, ну и такие инфекции, скажем, как стафилококк, стриптококк, они могут проявляться и через кожу. То есть контактный способ, когда одна ранка касается другой ранки, у больного и здорового, то есть тесный контакт, и инфекция передается. Таким же образом передаются инфекции, так называемые венерические, то есть передающиеся половым путем. Это тоже своего рода контактный путь передачи. Ну, не будем об этом, а будем говорить о дифтерии, которая передается воздушно-капельным путем, то есть через верхние дыхательные пути. И вот почему я вернусь опять, почему я говорю о том, что редкость заболевания на сегодняшний день дифтерии, достаточно редкость, это плохо. С одной стороны, потому что медики забывают о том, что есть такое. Они никогда с ними не встречались. И вот поверьте, что уже будучи студентом, это было начало, середина 70-х годов, медикам, учащихся в педиатрическом институте, куда, в общем-то, привозят достаточно тяжело интересных больных детей с разными инфекциями, мы ни разу не сталкивались с дифтерией. И вот, то есть, уже тогда мы видели дифтерию только на картинках. И только попав в районы севера по распределению, я столкнулся с дифтерией, которую мне просто показали, что вот да, это дифтерия. В принципе, я бы, может быть, ее и не узнал. Так вот, это вот, ну, скажем так, опасно, потому что вот в случае как раз дифтерии, ранняя диагностика, она имеет основополагающее принципиальное значение. Что такое дифтерия? Это своего рода ангина, то есть, очень похожая, высокая температура, боли в горле. Вот, и в отличие от ангины, дифтерийная палочка, ну, ангина вызывается трептококком, для тех, кто не помнит, мы об этом говорили. Дифтерийная палочка, она образует на миндалинах, на вот глотке в районе вот этого отверстия, она образует пленки. И вот эти пленки, они очень жесткие, они прилипают к слизистой коже, вот к слизистой глотке, к слизистой миндалин. И вот эта вот пленка, она закрывает дыхательный просвет. То есть, больной дифтерией просто задыхается. И погибает именно от удушья. Он не может дышать, и эта пленка, как бы, она не выполаскивается. Наласкивается. Ее нужно снимать только физически. То есть, туда залезают тампоном, туда залезают пинцетом. Эту пленку отдирают иногда с кровеносными какими-то сгустками. Ну, и единственное, что воздействует на дифтерийную палочку, это определенные антибиотики. Причем, антибиотики не простые. Антибиотики достаточно тяжелые, с сильными побочными эффектами. Но, как говорится, в этом случае без вариантов. Вот. Так вот, на сегодняшний день столкнуться с дифтерией, ну, в принципе, очень тяжело. Единственное, что вот настораживает, это то, что дифтерия, ну, скажем так, гораздо чаще встречается в неразвитых странах. И, учитывая возросший, скажем, туристический бум, когда люди приезжают со всяких экзотических стран и привозят непонятно что, вероятность попадания дифтерии, ну, скажем, в тот регион, где вы проживаете, очень велика. Ну, а те, кто проживают в Европе, скажем, да, они вполне возможно столкнуться с дифтерией при встрече с мигрантами, которых там очень много, и которые, в общем-то, как раз и приезжают из этих самых неразвитых стран, где гуляет дифтерия вовсю, и дети погибают. Чаще всего и тяжелее всего болеют как раз дети дифтерией. И вот против дифтерии выработана прививка, вакцина. Есть, называется она анотоксин дифтерийный, ну, и коклюшный, мы о коклюше поговорим позже. Вот. И вот здесь я как бы не могу вам сказать, да, ребят, давайте дружно прививаться, это серьезно, это опасно, именно по причине того, что встреча вашего ребенка с дифтерией, ну, скажем, ну, да, как встретить там, какой-нибудь динозавр на улице, вероятно, да, 50%, или встретить, или не встретить. Значит, так же и столкновение с дифтериейной палочкой, либо вы встретитесь, либо нет, вот, но все-таки вероятность не такая большая, как, скажем, при полиомиелите, потому что больные, больные не носители, а вот больные дифтерии, они, в принципе, по улицам гулять вряд ли будут, просто не смогут по течению заболевания, потому что дифтерия протекает очень тяжело, это высокая температура, это сильная интоксикация, это, в общем, люди, которые больные, просто не могут встать, поэтому вот так вот столкнуться с ними в магазинах или где-то там в детских учреждениях практически нереально, а вот с носителями реально, но носителей, к счастью, очень немного носителей дифтерийной палочки, она достаточно быстро проявляется, особенно в период, когда у людей снижается иммунитет, вот, скажем, весенний, осенний период, это период, вот, подъема заболеваний дифтерии, в принципе, вот, поэтому говорить о том, что, вот, как я говорил на прошлой нашей лекции по поводу полиомиелита, да, это надо, потому что с полиомиелитом вы встретитесь, ну, скажем, в любой момент, то про дифтерию я так не скажу. Приивка достаточно тяжелая для организма ребенка, непростая, вводится ослабленный, живой ослабленный токсин, то есть продукт выделения микроба, и, соответственно, реакция может быть, ну, скажем, более тяжелая, более серьезная. Поэтому, опять же, да, не призывая прививаться массово, но и не призывая не прививаться, я предоставляю это решить вам, собственно говоря, для каждого ребенка. единственные факты, которые вот я как доктор вам говорю, хотя вот когда там в чате, вот в разных дискуссиях, которые вы проводите, вот ругаете докторов, почем зря, вот напомню, что я тоже доктор, поэтому нужно ко всему подходить очень разумно и, опять же, индивидуально. Так вот, я вам говорю о том, что каждый раз вы должны думать и принимать решение самостоятельно. Факты я вам привел, то есть аргументацию я вам привел, все остальное вы используете, ну, скажем, вот включая свою голову, и, опять же, есть всегда возможность проконсультироваться, поговорить, обсудить надобность или ненадобность прививки для того иного ребенка, это все очень индивидуально. Вот, по поводу дифтерии, в принципе, мы с вами поговорили, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я отвечу, а мы на сегодня завершаем нашу встречу. Как говорится, не переключайтесь, наш канал всегда для вас открыт. И до новых встреч, всего доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok